приветствую коллеги сегодня 26 апреля страстная пятница мои подписчики спрашивают меня а с кем я гуляю что это за чудная собачь спрашивают какая порода многие говорят что очень похож на русского отельера и шопендуса чтобы рассказать что это за чудо с кем я гуляю нужно вернуться в 2006 год если интересно то поехали в 2006 году на водоеме вышиве мы отдыхали с друзьями и моего друга вместе с ним была собака ли куртсар по кличке амур и он нашел в кустах что-то нашел начал лаять когда мы подошли увидели что в кустах сидит небольшой щенок маленькая черненькая собачка на кочке запуталась своей длинной шерстью ветка его оттуда извлекли и принесли нашему что называется шалашу он целый день пробыл с игрался охранял пиво кормили его доставали из него клещей играли с ним когда наступил вечер к нашему нашему лагерю подошли местные собаки ямур начал их гонять и это чудо маленькая выскочила из-под стола громко сказала гав как бы вписавшись за своего старшего друга и я сказал что его нельзя оставлять здесь потому что его загрызут съедят и кто-то должен его забрать но среди всех присутствующих ни у кого не было для него места реально потому что у всех или были собаки или не было абсолютно условий содержания я единственного кого была пустая квартира открытое сердце хотя после того как я расстался с одной моей собакой я сказал все сердце закрыто и больше никого учитывая тот фактор что его просто необходимо было забрать оттуда я забрал его посадили в коробку из-под дров перетащили на оболонь он был настолько слаб или может напуган что даже не всю ночь не вылазил из коробки на утро его покупали достали я думаю больше чем пол сотни клещей с этого маленького тельца и незаметно пролетело 11 лет 11 лет счастья он не пропустил ни одной поездки ни одной рыбалки а ну да нужно сказать что кличку он получил прямо там же на озере назвали его карпуша не ассоциировать его с карпом кличка была двойная кар дефис пуша карп потому что он был черным похож на ворону а пуша потому что бесконечно пушистый очень красиво очень подходящее для него имя его знали я думаю все рыболовы те кто пользовались интернетом те кто смотрели отчеты поездки в общем это было достаточно известная рыбацкая собака по кличке карпуша на следующий год 2007 году украине проходил первые первые первая выставка первый смотр беспородных собак под названием барбос мы с карпуша поехали на этот праздник и рассказал нашу историю мы получили приз в среднем ринге счастливчик года я сказал тогда что у собаки у которой нет породы родословной кроме счастливой истории больше в принципе ничего то и нет поэтому можно смело сказать что мы стали абсолютными чемпионами в среднем ринге когда я давал интервью газете комсомольская правда я сказал что я не уверен что чемпионом стал карпуша потому что счастливчик года скорее всего это я потому что благодаря тому что мы встретились ну моя жизнь наполнилась абсолютно другими красками и стала абсолютно другой поэтому я так и ощущал себя все это время счастливчиком 2006 и так далее готов 2017 году он внезапно обнаружилось у него очень сложная болезнь которую определили только тогда когда он уже просто не смог принимать пищу это все совпало с нашей поездкой на юниорский чемпионат мира в англию и даже сама поездка находилась под угрозой я сказал что я его не оставлю одного умирать дома и 18 числа мы должны были улетать у нас были билеты а 17 числа он просто просто умер говорят собачки уходят на радугу абсолютно спокойно как жил уснул у меня под попы и когда утром определили что у него уже холодная лапки то папа была еще теплая потому что он практически лежал подо мной мы поехали с ним последний путь на одно его любимое рыбное место и сами уехали на чемпионат мира в англию ну мистика заключалась в том что он как бы принял решение за нас что вы ребята не можете за меня не поехать с двумя такими прекрасными мальчишками в англию и не стать там чемпионами время которое мы провели в англии она пролетела быстро весело я бы сказал незаметно но когда мы вернулись тоска ощутилась просто ощущалась абсолютно во всем но на стоянку 1 со стоянки 1 дома никто не встречает никто не ждет открывать сердце еще для кого-то тоже было как-то невыносимо но оставаться одному еще более невыносимее я начал искать начал я хотел найти такую же черную пушистую веселую лохматую собачку и в одном из объявлений увидел щенка очень похожего приехал тетечка которая его предлагала она говорит я не знаю что это за собачки они обнаружились у меня под дачей ну под домом я просто мне было очень жалко их оставлять на погибель перед зимой это было в ноябре месяца в начале и я их привезла домой в помете было три черные собачки и одна абсолютно рыжая я обратил внимание на самого маленького который прятался который не выходил мне кажется мне казалось что его обижают его старшие братья и сестры и и я почему-то захотел забрать его я целый час искал в нем находился в этом доме хотел увидеть в нем карпушу по повадкам по экстерьеру по всему не знаю и и ну вот сердце открылось и я привез его домой дома я не знаю что было в его маленькой истории ему по зубкам по виду было не больше двух месяцев но в доме он сразу нашел самое закрытое место и спрятался там выходил из этого места только тогда когда хотел кушать кушал пил и прятался целый месяц его никто не видел его не видели в хорошем настроении в плохом игрался он не игрался несколько раз оставался дома совершал абсолютно безумные поступки ну я во первых поставил камеру и наблюдал за ним то есть он не был без присмотра ни одну секунду но когда кто-то появлялся дома он тут же прятался спустя месяц может полтора он начал реагировать на руки на ласки на слова то есть собачка абсолютно не знающая никакого ну никакого стресса в новом доме но невероятно вообще невероятно что с ним происходило скажу вам это уникальная абсолютно собака с уникальным характером он он может испугаться как падает зубочистка со стола на каменный пол но при этом он абсолютно не боится выстрелов салютов никакого шума абсолютно не доверчив к людям он никому не подходит до тех пор пока не убедиться что это люди не сделают ему никакого вреда спустя год он начал легко коммуницировать с собачками и хочет с ними играть но у него настолько такой игривый характер что они его они не умеют играть так как играют Найт да я сразу надо было сказать он получил кличку Найт ну похоже на ночь ну собственно это ночь по-английски Найт но не знаю не будем ничего переводить Найт и Найт очень красивое имя он его по-моему очень любит вот какая-то порода да он похож на шапендуса да он похож на маленького русского терьера но он же маленький у него в холке где-то 53 сантиметра весит он 18 но это в лучшее в лучшее время после хорошего стола обычно рабочий вес 15 кг ну во всяком случае все медикаменты все прививки рассчитываются из этого веса в самом начале я сказал слово мистика но самая большая мистика произошла после того как Найт прожил с нами почти год дело в том что у Карпуши в нашем дворе была очень классная подружка такая грозная собачка американский стаффоршир девочка по кричке Сима и он с ней очень дружил они игрались он просто вообще это была абсолютно потрясающая игра несмотря на то что это были ну разного и класса и размера и силы истории собаки так вот когда Найт первый раз увидел Симу я говорил уже о том что у собаки не совсем ну не совсем было легкое детство у него в жизни есть очень много страхов так вот и коммуникация с животными с собаками очень ну очень нелегко шла так вот Сима это была самая первая собака которой он просто подбежал как старые знакомые обнял ее лапами Сима его как бы тоже приняла легко я в этот момент подумал о реинкарнации о том что Карпуша есть Карпуша с нами Карпуша рядом это друг с которым я провожу самое большое количество времени он как он относится ко мне ну когда я стою то я наверное страшная сила но когда он может залезть на меня сверху когда я лежу то страшная сила это он он абсолютно не знает границ когда играет он абсолютно послушный он знает очень много ну он главную команду знает когда я говорю ко мне он подходит садится и дает легко лапку когда он был совсем маленький он понял что за просьбу дать лапку он получает вкусняшку и он просто подходил когда хотел получить какое-то лакомство просто подходит и дает лапку ну вот такая вот маленькая собачья хитрость хе-хе 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 сказать что я счастлив что мы с ним встретились это ничего не сказать потому что он закрыл в сердце очень большую дыру и занял это сердце абсолютно на сто процентов я конечно не упускаю возможность ему сказать об этом что он очень похож на картошу что ну рассказать насколько могу рассказать ему думаю что он это понимает мы все равно с ним о чем-то должны говорить особенно в тот момент когда я его вычесываю когда что-то хочу ему рассказать когда хочу ну он живет как я даже не знаю член семьи не знаю сама семья главной в семье то есть это то существо о котором ну необходимо заботиться и я с удовольствием это делаю вот так друзья такая сегодня история грустная веселая радостная не знаю какая есть подписывайтесь на наш канал все равно любите рыбалку любите животных не обижайте животных на рыбалке отпускайте рыбу не оставляйте после себя мусор удовольствием до завтра до завтра Субтитры сделал DimaTorzok